Характеристика возбудителей стафилококковых инфекций Стафилококкоз – это инфекционное заболевание сельскохозяйственных и мелких домашних животных, вызываемое бактериями рода стафилококкус. Стафилококки подразделяют на несколько групп. Первая группа – это патогенные стафилококки, которые и являются основными возбудителями стафилококкозов. Вторая группа – представлена условно-патогенными стафилококками, которые могут вызвать болезнь при снижении устойчивости организма. Третья группа – сапрофиты, которые не вызывают поражение организма. Болезнь характеризуется гнойно-воспалительными процессами. Появляются фурункулы, карбункулы, флегмоны, абсцессы, артриты, маститы, эндометриты, атиты. Можут сопровождаться сепсисом с летальным исходом. Стафилококки также поражают слизистые оболочки ротовой полости, глаз, вызывают пищевые токсикозы. В лабораторию для исследования направляют гной, молоко, остатки корма, рвотные массы. При гибели животного – содержимое желудочно-кишечного тракта, кусочки паранхематозных органов. Из кусочков паранхематозных органов делаем мазки-отпечатки. Жидкий материал берем стерильный бак петлей и растираем на предметном стекле в капле заранее нанесенного физиологического раствора. Мазки высушиваем на воздухе при комнатной температуре. Фиксируем. Для этого три раза проводим обратной стороной мазка через пламя спиртовки. Затем производим окраску по грамму и микроскопируем. Под микроскопом мы видим скопления, напоминающие гроздья винограда. Клетки стафилококков имеют правильную округлую форму, окрашиваются грамм положительно, споры капсул не образуют, неподвижны. Патогенные кокки обычно меньше, а сапрофиты более крупные. В мазках-отпечатках возбудитель может располагаться одиночно или небольшими скоплениями. Для определения культуральных свойств стафилокока необходимо осуществить посев на питательные среды. Стафилококи являются факультативными анаэробами, то есть способны расти как в присутствии, так и в отсутствии кислорода. Проведем посев на мясопептонный агар. На плотной среде можно наблюдать круглые, с ровными краями, выпуклые колонии диаметром от 2 до 4 мм. Колонии могут быть окрашены в разные цвета, в зависимости от вида. Стафилококкус ауреус дает золотистый или оранжевый цвет. Стафилококкус эпидермидис, как правило, белого или желтого цвета. Большинство сапрофитов пигмента образования отсутствует. Для определения биохимических свойств стафилококков проводим посев на ряд питательных средств. Мочевина, глюкоза, лактоза, сахароза, моноза, сорбит, рафиноза, ксилоза, мальтоза. Особенностью патогенных стафилококков является ферментация манитова на аэробных условиях. Для этого мы производим посев на соответствующую питательную среду под вазелиновым маслом, которое исключает доступ кислорода. Ставим в термостат при температуре 37 градусов на 24 часа. Стафилококки обладают высокой биохимической активностью. Мы видим, что они ферментируют мочевину и многие углеводы. Глюкозу, сахарозу, лактозу, манит, монозу. Остальные сахара ферментируют не всегда. Можно заметить изменение цвета под вазелиновым маслом. Это означает, что исследуемая культура патогенна и могла вызвать заболевания у животного. К биохимическим свойствам стафилококков относится наличие фермента каталазы. Они являются каталазоположительными. Каталаза разрушает перекись водорода, в результате чего стафилококки защищены от высокотоксичных производных кислорода. Стерильный бак петлей наносим на предметное стекло каплю 6% перекиси водорода. Затем опускаем небольшое количество микробной культуры. В капле перекиси отмечаем появление пузырьков газа. Это положительная реакция, а значит перед нами стафилококк. Для определения патогенности стафилококков и их способности выделять энтеротоксины проводят биопробы. Для определения летального токсина заражают белых мышей внутрибрюшинно. Гибель животных говорит о присутствии летального токсина. Для определения некротоксина проводят дермонекротическую пробу на кролике. Внутрикожно, в области уха или холки. Через 24 часа появляется некроз кожи.